Привет, с вами Артем, короткая суть работы youtube. Ну и социальных сетей, еле выговорил. Видео называется не парся. Прихожу к клиенту, это магазин одежды, стоковая одежда для детей. Спрашиваю, чем надо? Хотим брать социальные сети youtube, у нас есть камера. Какая камера? Кэнон. Типа, окей, Кэнон. То есть очень емко, да? Понятно все, Кэнон. Ну меня спросили, какое у меня оборудование. Я сразу говорю, там Nikon D5200, два аккумулятора, флешка 128 гигабайт, правда китовый объектив, но имеется фото вспышка, есть микрофон-петличка, есть штативчик, то есть вот такое вот оборудование. Ну как бы и все, больше ничего нету. Говорю, все что есть быстренько, коротко, ясно и по сути. Окей, что у вас за видеокамера, я спрашиваю, что у вас видеокамера этого магазина. Ну и показали, ну такая маленькая, в одну руку, то есть как бы аналог фотоаппарата мыльница, только камера. Полнейшая чушь, ну наверно снимает там, в лучшем случае 720p и все. И смотрю, что там у людей смартфоны такие, лопатники. То есть, грубо говоря, смартфон снимает лучше, чем эта видеокамера, которую я увидел, при достаточном освещении. Я в них увидел маленькую такую сцену, то есть, ну сцену, маленькая студия с фоном, белым фоном, два фонаря. В принципе, неплохо для небольших вещей. Можно фотографировать, можно даже что-то и снимать небольшое, показывать для демонстрации. Я говорю, вам для инстаграма, например, фотоаппарат не нужен. Точно так же, как и в некоторых случаях, не нужна и эта камера. Хреновая, тем более. Просто ставите на треногу смартфон. Зачем париться? Видео называется даже, не парься. На треногу смартфон фоткаешь, кадрируешь для инстаграма, может быть, фильтра закидываешь, может, и не закидываешь. И сразу же, с этого же смартфона отправляешь туда, куда надо. А не так, что ты в комп, потом с компа, в смартфон, потом опять. Ну, может, уже сейчас есть веб-версия, когда вы смотрите видео, и можно все делать с компа. Но на данный момент все происходит со смартфона или с планшета с инстаграмом. Точно так же и видео. Видео нужно снимать очень много. Конечно, да, если у них какая-то одежда находится в одном экземпляре, тогда нет смысла ее там сильно тиражировать. Но если у них какая-то серия приходит, то есть, что можно сделать, обзор, который будет в интернет-магазине, и так далее. Лучше просто снимать на смартфон, просто говоря, на телефон снимать, который ставите на треногу. И тут же с него же отправляете в YouTube. Обрезайте начало и конец. Что-то говорите. Музыка тоже не обязательно. Музыка это инструмент для того, чтобы сделать видео, что-то донести, какую-то мысль, какую-то идею. Или развлекать. Если вы говорите хорошо, весело, интересно, вам музыка не нужна. Ну, просто не нужно париться с этой музыкой. Тем более, тут же находится микрофон, и вы говорите, вас очень хорошо слышно. А все действие происходит вот здесь рядом. Снимаете, и в самом смартфоне можно сделать простенький видеомонтаж, даже в самой этой YouTube-овской программе. Обрезать начало и конец, вырезать какие-то неудачные моменты. Все. Далее название и описание теги можно сделать тут же. Нельзя только выбирать превьюшку на сегодняшний момент. Зато можно выбрать и аву, и, по-моему, шапку поменять на канале. То есть это минимум. Таким образом, один смартфон позволяет вам тиражировать эти видео и делать штук 10, даже вот 20 видео в тень запросто. Для YouTube-канала, для того, чтобы его заполнить максимально. В короткие сроки. В сжатые сроки. Поэтому не парься. Используй новые технологии и клади на все болт. Привет. Селезнев Артем. Коротко о сути работы YouTube и социальных сетей. Решует паблик ВК. Шутку сказал. Для начинающих блогеров и влогеров есть смысл взаимодействовать, коллаборировать даже не только с YouTube-блогерами, но еще и с пабликами. Например, есть такой YouTube-канал Игра Престолов, посвященный сериалу Игра Престолов. И, соответственно, ну там еще и рассказом Джорджа Мартина. И, соответственно, взаимодействует с пабликом ВКонтакте Игра Престолов. Любое видео, которое выходит на канале Игра Престолов в YouTube, начинается с какого-то приветствия и со слов «Видео подготовлено при поддержке паблика Игры Престолов». Ссылка в описании. Несколько таких каналов есть. Тот же блогер и Руслан Соколовский, он какое-то время, еще в 15-м году, осенью, выходил с видео, в которых тоже звучало приветствие и сделано при поддержке паблика Атеист. Паблик Игра Престолов, по-моему, в районе полмиллиона подписчиков ВКонтакте. Соответственно, любое видео, которое там выходит, есть вероятность, что оно там набирает тысячи, десятки тысяч просмотров. Любое, которое попадет, все. Если аудитория верная, они будут смотреть. Ну, как правило, я знаю, я взаимодействовал с пабликом с 20 тысяч подписчиков ВКонтакте, то какую-то дичь даже забрасываешь. Я пробовал с нового канала, забрасываешь. В прайм-тайм, то 500 подписчиков приходит. Если сотня, соответственно, раз в пять больше. Если хорошая сплоченная аудитория и в полмиллиона подписчиков, то, соответственно, и 50 тысяч набегает неплохо. В таком вот паблике. Ну, в соотношении 1 к 10, там 1 к 5, это я, конечно, там очень грубо сказал. 20 к 40, ну, соответственно, так. Чем больше жильнее паблик, тем больше набирает просмотров. И вот, значит, как мы его назовем? Взаимодействие. Ну, пускай, да. Взаимодействие вас. Допустим, у вас YouTube-канал, ну, или же паблик у вас. А вы находите такого блогера. То есть, YouTube-вк. И в каждом видео и под каждым видео есть ссылка на группу. И в каждом видео говорится призыв к действию. С небольшим рекламным объявлением, что данное видео сделано при поддержке некой группы ВКонтакте. Ну, почему не Facebook, кстати? Потому что я такого не слышал еще ни разу. Ну, я пробовал работать с группами и страницами в Фейсбуке. То ничего так не получалось, как это можно сделать ВКонтакте. Соответственно, продолжаем. Продолжаем. YouTube-видео выходит с небольшим объявлением, что видео сделано при поддержке некоего паблика ВКонтакте. И призыв к действию. Переходите по ссылке в описании. Ссылка в описании на тот же ВК. А в ВК очень просто. Просто делается постинг этого же самого YouTube-блогера, конкретного YouTube-видео. Либо же не просто постинг, а даже прикрепляется вверху в шапке, где вот тут аватарка. Вот тут вот пошли посты. И вот сюда вот его можно влепить. Очень круто. Плюс еще вот здесь вот сбоку ссылка для рекомендуемых. Либо же вообще цепляется пост вот тут вот вверху, а новые выходят уже ниже. То есть, верхние позиции топы самого паблика занимать. И ссылка рекомендуемых. Меньше смотрят, но тем не менее. Очень крутое взаимодействие. Я вам рекомендую. На начальном этапе вообще бомба. Те, у которых есть паблики-миллионники, они могут вообще просто взлететь на YouTube и этого не делают. А если сами не могут? Я не умею. На видео я некрасивая, некрасивая. Я не умею говорить. Найди таких актеров и работай с ними. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok